Как пояснил заместитель начальника управления ЖКХ Андрей Иванов, во время проведения так называемой прессовки в многоквартирном доме не исключена возможность утечки газа. Чтобы определить место неполадки, у специалистов должен быть доступ в каждое жилое помещение. Если кто-то из собственников игнорирует это требование, газ запрещается подавать во все здание. Потому что у нас были случаи, когда прессовали, не было одного жителя, не было собственника, не находился в квартире, в жилом помещении. А когда идет опрессовка, то идет сбой давления. То есть жители там уехали, открыли кран, допустим. У кого-то есть старые газовые колонки, у которых система, газ который подается не автоматически, а всегда она зажжена. Если запал этот горит, то, естественно, при запуске газа этот запал, газ пойдет туда уже в квартиру и возникнут какие-то чрезвычайные положения или ситуации. Так что для общей безопасности допускать специалистов газовой службы в жилое помещение необходимо. По словам Андрея Иванова, иногда работникам городской администрации управляющих компаний вместе со старшими по домам приходится разыскивать собственников квартир. Заместитель главы городской администрации Роман Ткаченко обратился непосредственно к руководителям управляющих компаний, напомнив, что полноценные работы по опрессовке прежде всего связаны с безопасностью жителей. Если есть квартиры, которые люди отсутствуют, не проживают в случае необходимости, мы хотя бы могли через полицию отработать телефонные номера и так далее, чтобы было понимание, как дальше действует. Но, по словам руководителя одной из управляющих компаний, организовано стопроцентное информирование жителей о графиках работы специалистов газовой службы. Проблемы же возникают из-за безответственности отдельных граждан, которые отказываются предоставлять газовщикам доступ в свои квартиры. Екатерина Четверикова, Татьяна Ивашенко, Алексей Покатило, Азов.Инфо.